Друзья мои, хочу вам рассказать о том, как правильно проводить чистку организма. К сожалению, у нас под словом «чистка» чаще всего понимается что-то совершенно другое, никакого отношения к чистке не имеющее. Ну, например, под чисткой печени почему-то подразумевается какое-то желчегонное действие, то есть усиление желчевыделения. Под чисткой кишечника понимается что-то, что вызывает понос. На самом деле усиление перистальтики к чистке кишечника никакого отношения не имеет. Усиление желчевыделения никакого отношения к чистке печени тоже не имеет. Равно как, например, прием отвара лаврового листа никакого отношения к чистке суставов тоже не имеет. Равно как прием лимфодренажные методики, никакого отношения к чистке крови или сосудов тоже не имеют. Это все сказки людей, которые не понимают, что такое чистка на самом деле. И хотят какую-то методику, которую они проталкивают, выдать за то, что глобально улучшает условия работы нашего организма. На самом деле вовсе нет. Под словом чистка должно подразумеваться, я так понимаю, очищение. Очищение это выведение грязи или выведение шлаков или введение каких-то токсинов из тела. Согласны? Например, чистка кишечника будет, например, если мы возьмем сорбент какой-то и пустим его в кишку. Сорбент это то, что на себя сорбирует, связывает все, с чем он сталкивается. Соответственно, если в кишечнике накопилась какая-то грязь, какие-то токсины, которые по какой-то причине не могут оттуда выводиться, то когда мы пускаем в кишку сорбент, он на себя эти токсины связывает и выводит вместе с собой из кишки. Вот это будет чистка, это понятно. Если вы, например, делаете клизму для толстой кишки, впускаете туда 3 литра воды, держите ее максимальное время в кишке, она растворяет там все вот эти камни каловые и так далее, и потом вы выливаете это из себя, это будет чистка, это понятно. Это чистка. А вот если, например, вы выпиваете там касторовое масло, полстакана касторового масла взяли, выпили, что вы делаете? Вы усиливаете перистальтику. Да, перистальтику вы усиливаете. Но в чем чистка происходит? В том, что у вас быстро-быстро все это протекает мимо и все? Какая же это чистка? Это не чистка, это просто ускорение перистальтики. Вот это надо понимать. В этом смысле, пожалуй, самая адекватная, самая полная чистка нашего организма может осуществляться с помощью йоговской техники, которая называется шанг-пракшалана. Почему я так думаю? Потому что шанг-пракшалана – это введение в наше тело гипертонического солевого раствора через кишечник. То есть человек выпивает определенный объем избыточно солевого раствора, гипертонического. Что при этом происходит? Когда гипертонический солевой раствор попадает в наш кишечник, он по закону осмоса начинает в себя из крови, а в кишечнике, помните, есть ворсинки, вся тонкая кишка заполнена ворсинками, у которых богатое кровоснабжение. Почему? Потому что в тонкой кишке происходит всасывание из тонкой кишки в кровь. Соответственно, вся полость тонкой кишки увеличена за счет ворсинок, и все ворсинки обильно-обильно снабжены капиллярами. Почему? Смысл в том, чтобы увеличить площадь соприкосновения кишки, полости кишки с полостью кровеносных сосудов. То есть, площадь соприкосновения крови и кишки, максимально в тонкой кишке, именно там происходит усвоение пищи. Так вот, когда вы заполняете эту кишку солевым раствором, происходит осмос. Осмос, как вы помните, это движение воды от места меньшего концентрации солей к месту большего концентрации солей. Соответственно, если вы выпиваете гипертонический солевой раствор, попадая в тонкую кишку, он начинает из крови на себя вытягивать воду. Но в воде находятся все вещества, которые есть в крови. Они растворены именно в воде. Соответственно, всё это растворённое в воде начинает этот гипертонический раствор на себя вытягивать из крови. Таким образом увеличивается плотность крови. Соответственно, организм пытается её поддержать. То есть начинается выход воды из межклеточной ткани в кровь. То же самое уменьшается жидкость, уменьшается количество воды в межклеточной ткани. Соответственно, начинает выход из клеток воды тоже производиться сюда. Таким образом, вода, содержащая все в себе содержащие, всё, что в ней растворено, начинает выходить в полость кишки, а потом выводится со стулом из организма. Естественно, вот это всё приводит к обезвоживанию. И организм просит воды, хозяин дай пить. И человек начинает много-много снова употреблять вот этой воды. И за одну чистку, за одну прокшалану, человек выпивает несколько литров воды. И, соответственно, таким образом прочищает практически все свои ткани. Ну, может быть, только клетки ещё более-менее не полностью очищаются. А межклеточная жидкость очищается полностью, лимфа очищается полностью, кровь очищается полностью, и кишечник тоже очищается полностью. Поэтому, с моей точки зрения, шант прокшалана является идеальным и самым эффективным средством очистки для нашего тела. В дополнение к этой очистке хочу сказать, что единственный, пожалуй, способ очистки самих клеток – это высокая температура. Помните, при инфекции, а чаще всего при вирусной инфекции, у нас повышается температура выше 38-38,5 градусов. И именно при высокой температуре, выше 38,5 градусов, идёт очищение наших клеток. Именно внутри клеток происходит очищение. Вот, пожалуй, самые эффективные способы очистки нашего тела. Ну, а остальное, наверное, это всё-таки в большей степени уже от лукавого. Благодарю вас, друзья, и кто хочет, пожалуйста, чиститесь. Но только помните, что шант прокшалана достаточно нагрузочный метод. Вот. И применять её можно только в том случае, если у вас достаточно крепкий, сильный организм. Человеку ослабленному лучше начинать с чего-то другого. Нужно сначала восстановить свои силы, и потом уже только можно будет допустимо проводить шант прокшалану. Дорогие друзья, я с радостью напоминаю вам, что у нас в Школе Здоровья открылся клуб Школы Здоровья. Где мы буквально пошагово за ручку вместе все проходим решение всех проблем с вашим здоровьем. Всё просто. Всё делаем. За год мы пройдём, решим, разберём, проработаем все ваши проблемы. Поэтому тот, кто хочет подписаться на клуб Школы Здоровья, пожалуйста, переходите по этой ссылочке или по этой ссылочке. И мы всегда вместе с вами всё отработаем. Приходите. Будьте здоровы.